Детки мои, вот что я хочу вам сказать Сам мир так устроен, что каждый человек должен кому-то подчиняться Как Господь наш Иисус Христос Он был послушан Отцу до крестной смерти и ради нас пошел на крест Так и мы должны оказывать послушание Это относится и к вам, и к родителям, которые вне Афона со своими детьми И дети обязательно должны слушаться родителей Их советов А здесь мы имеем старцев и игуменов, которым оказываем послушание И без послушания жить совершенно невозможно Итак, вот что я хочу сказать Если детки меня слушают Никаких столкновений А знаете, однажды один наследок сказал Если мы имеем хоть даже след злопамятности Слышите, детки? Не то что говорит любить всех А даже если след злопамятности А дети мои, не принимают тогда нас Бог Бог нас вообще не принимает тогда Потому что своим сердцем мы противостоим Богу Ведь мы не любим, а Бог есть любовь Никто не любит, он ничего не получит в жизни И не только это Нам нужно любить очень сильно ближнего Потому что именно любя его Мы любим Бога И знайте, что если мы любим Бога То в нашей жизни не будет вообще никакой нужды Бог все нам даст Тогда что происходит? Мы оказываемся в промысле Божьем Мы входим в него Промысел Божий как бы воспринимает нас в себя И начинает в нашей жизни носить нас как в руке И он начинает заботиться обо всем Даже о самых мелочах И тогда-то у нас возникает подлинная вера в Бога Как вот говорится в псалме Разложи на Господа печаль твоя И той тебя припитает Что это значит? Это значит, Господи, я полностью предаюсь в твою руку В твою благую десницу полагаю свою жизнь И если это происходит И мы все-таки сможем предать всего себя Божьей деснице То жизнь совершенно меняется И дальше в ней можно ни о чем не заботиться Но промысел Божий такого человека уже никогда не оставляет Итак, что же нам делать? Нам нужно полюбить всех людей И все творение И бить все Даже животных Потому что промысел Божий Причется не только о людях Но и вообще о всех живых существах А мы должны иметь любовь И быть благодатными Я хочу вам рассказать один случай Много-много лет назад У всех монастырей было Большое количество мулов Тогда еще не было машин И все грузы возили на мулах А у нас в Великой Лавре Было целых 40 мулов А тот старчик, который за ними следил Он их очень-очень любил От всей души Он даже свою келейку имел Прямо в том месте, где находился загон с мулами И просто жил в этой муларне Заботился обо всем И ухаживал за ними Старец утром приходил к ним Кормил их Потом водил их пастись на поле А вечером возвращал их обратно в загон И потом давал им Кормил их обычными для них макаронами И вот как-то так случилось Что этот старец заболел Он совсем заболел И не пришел загон к мулам И они поняли, что их хозяин Что-то с ним случилось Потому что животные Такие вещи чувствуют Загон был открыт Но в этот день они не пошли пастись на луг Они ходили кругами Из одного конца загона в другой И ждали своего любимого хозяина И вот прошло некоторое время И они почувствовали, что он умер Животные такие вещи знают Они это чувствуют И тогда все они собрались У главного входа в лавру У порты И стали ждать его тела Когда же, когда его вынесут из монастыря Мы тем временем выкопали ему могилу И понесли его гроб из лавры в Кемитириум Где храм и небольшой дворик, в котором хоронят монахов Это совсем недалеко И мулы издали тоже последовали за нами И когда мы отпевали его Мулы собрались и стояли вдали Когда отпевание кончилось Все стали расходиться А мы стали смотреть А что же будут делать мулы Все видели, что они понимали, что хоронят их хозяина И вот мулы стояли вдалеке И когда люди ушли То мулы стали подходить ко гробу по одному Прямо заходили в ограду Кемитириона А мы, кто там остался, просто затаили дыхание С удивлением смотря, что же они будут делать А мы с удивлением наблюдали за мулами И вот мулы стали заходить в ограду Подходили по одному к могиле их хозяина Останавливались и вот так вот стучали копытом Клац, клац, клац С таким звуком О-о-о-о И они плакали Слезы текли в них Мы видели, как в них текли слезы Понимаете, насколько животные понимают, что происходит И после этого, когда они подошлись и простились с ним Все мулы вернулись в свой загон И много дней мулы были печальны Они понимали, что тот, кто их любил И кого они любили Его больше нет А вот, детки, вот я хочу вам сказать Посмотрите, как всеведущий Бог Просвещает даже животных Как велика любовь Божия к нам И любовь, и забота Даже о животных Даже о безмозглых мулах Я вам это рассказал для того, чтобы вы поняли Что самое важное дело в нашей жизни Это любовь И если ты любишь ближнего Всех людей, тебе окружающих То тебя любит Бог А если ты не любишь То и в жизни ничего не получишь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok